У нас тотальная безграмотность то, что касается антибиотиков. И это в первую очередь обычных людей. И это хоть как-то можно простить, но простить безграмотность медиков в антибиотиках, практически тотальную, это, конечно, очень неприятно. И это связано с тем, что в качестве примера, когда возникает какой-нибудь ОРВИ, человек однозначно начинает принимать антибиотики либо сам, либо ему, что самое чудовищное, это прописывает врач. Как правило, большинство острых респираторных заболеваний вызываются, первопричины их не бактерии, не микробы, а вирусы. А антибиотики не действуют против вирусов. И поэтому вот такое наобум, а ну давайте на всякий случай мы вот так антибиотиками пройдемся. Это абсолютно чудовищно и неправильно по двум причинам. Первое. Мы наносим антибиотиками порой непоправимый ущерб нашим микроорганизмам, нашим симбионтам, которые играют для нас огромную роль в нашем здоровье. А второе, и это касается, первый фактор, это касается личный человек. А второе, это то, что в процессе очень частого применения антибиотика, неправильного даже применения, формируются устойчивые штаммы. И в итоге в больнице, когда человек находится, которому действительно важно, у него катетеры стоят, еще что-то такое, и там действительно важно применить антибиотик и уничтожить микроорганизмы, это зачастую становится невозможным, потому что выработаны устойчивые штаммы. Вот это совершенно недопустимо, и об этом изначально даже те люди, там, Флеминг и так далее, которые впервые открывали какие-то антибиотики, уже тогда звучали такие тезисы, что микроорганизмы будут к ним очень здорово привыкать, и поэтому применение микроорганизмов, применение антибиотиков должно быть жестко лимитировано. Мы это правило сейчас активно нарушаем.